Друзья, всем привет! Хотелось познакомить еще с одним влогером, начинающим влогером в нашей семье. Я думаю, многие из вас уже знают, кто это. Это моя Инна, и она сейчас представится и расскажет вам, о чем она будет снимать, о чем будет вообще канал. Канал, как по мне, очень интересный, такого контента, в принципе, немного. Он есть, но он может быть немножко в другом направлении, а именно направлений вот этом его мало. И расскажи немножко, как тебя зовут, как будет называться канал, если он будет как-то называться, и о чем же ты будешь снимать, и вообще, откуда появилась идея. Ты меня уже представил, меня зовут Инна. Так, идея, подожди, ну выклечи секунду, ну выклечи. Это все опыт, он приходит со временем. Думаю, этот глаз ужасный, мне не нравится. Смотри в него. Меня зовут Инна, канал, я еще не придумала название, но обязательно оно будет каким-то же крутым. Когда выйдет это видео, название уже канала будет, поскольку это видео рекламное видео Инны канала, так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании, подписывайтесь на ее канал. Я надеюсь, что там будут интересные видео, она их будет прям вылизывать. И делать из них намного лучше, чем делаю это я. Будешь дотошно к этому относиться, правда? Обязательно. А идея канала такова. Насмотревшись и увлекаясь сейчас всякими интервью, мне прям это все очень по душе, мне захотелось сделать что-нибудь неподобное, но опять же что-то интересное из разряда брать интервью у не только известных людей, а у обычных... И малоизвестных. Да, малоизвестных блогеров, просто интересных каких-то личностей. Ну и поскольку Инна в нашей тусовке такой велосипедной, я думаю, она начнет брать интервью у велосипедистов, а именно у влогеров, вело-влогеров. Я буду там первый, мое видео будет первое, вы можете уже посмотреть, оно уже на Инненом канале. Александр, а скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что велосипед стал вашим увлечением, то есть с какого возраста вы начали кататься, увлекаться вообще техническими какими-то моментами и пришли к тому, что вы сейчас занимаетесь этим? Ну это не профессионально, но очень хорошо разбираетесь, многие вас знают. Ну сколько вас на канале подписчиков уже похвастаетесь? Помимо интервью, там будет что-то еще интересное, что-то познавательное, к примеру, вот было бы классно, если бы ты ездила на какие-то как вело-выставки, не только в Украине, возможно, еще в мире, в Европе, там, когда их откроют, понятно, сейчас нету, пандемия, и с пандемией, и в этом году вело-выставки BikeExpo не будет в Украине, но может быть в следующем году, или там к лету будет там в Европе или где-то еще, ты будешь ездить, типа там, с микрофоном, там, рассказывать о выставке, возможно, брать какое-то интервью у кого-то, ты же знаешь даже чуть-чуть язык. Я думаю, ты сможешь как-то примерно пообщаться. Будет ли такое? Идея еще в другом, но опять же, я ее пока не буду рассказывать, пока не получится ее осуществить, а относительно таких вот выставок... Ты сейчас обещаешь просто, потом ты это должна исполнить, потому что потом тебе все вспомнят, я тоже. Ну да, да, идея есть, но опять же, я же говорю, говорить не буду. А относительно выставок это очень сложно, почему? Потому что, ну, тут не дело в языке или в каком-то невозможности поехать в путешествие, а в том, что я в технических моментах плохо разбираюсь в велосипедах, и мне будет казаться очень странным, если я буду брать и спрашивать про какие-то детальки или технические характеристики. То есть тут нужно подумать... В целом, ну ты можешь поехать и рассказать? Вот тут вот так и так. Ну да, я могу рассказать. Вот тут розовый велосипед, тут зеленый, а тут клава красный. Ну, разве что так, да. Но это будет непрофессионально, поэтому не знаю. Тут под вопросом. Серый велосипед розового цвета. Розового цвета. Вот это мой контент. Какой это был первый велосипед? Трек серый розового цвета. В целом, мне кажется, идея интересная. Я бы такие интервью смотрел с интересными людьми и такими вот малоизвестными людьми, потому что все привыкли брать у каких-то нереально известных людей интервью, а вот каких-то таких интересненьких, маленьких, миленьких людей еще такого... Людишек? Нету. Не, ну честно говоря, мне бы интересно посмотреть бы интервью даже со своим Славиком. Ночная жизнь! А вот ты у него будешь брать интервью, спрашивать какие-то вопросы. В общем, это не знаю, да ты уже решил. Но просто ты с ним будешь говорить и задавать какие-то вопросы, он тебе отвечает. Ну, это интересно, в принципе, послушать, посмотреть. Не обязательно такое смотреть, это можно в наушниках там кушать и слушать как аудиокнигу, это довольно интересно. Извините за то, что видео вышло не таким большим, но оно вышло информативным и по факту. Переходим на канал Кине, смотрим ее видео-интервью со мной, оно там довольно длинное и интересное. И, друзья, спасибо вам за просмотр, ставим этому видео лайк, подписываемся на канал Инны, как я уже вам рекомендовал ранее. И до скорых встреч! И поскольку Инна... Так, улетает это мочишь! Это не я! Я серьезно знаю. Стой нормально, ты стоишь, танцуешь.